Итак, значит, уважаемые товарищи, мы с вами рассмотрели движение бесконечного и конечного, и выяснили, что бесконечное представляет такое движение, в котором каждый из его моментов возвращается к себе, и самое бесконечное есть возвращающиеся к себе через свое отрицание. Вот поскольку оно к себе возвращается, значит, мы получаем бытие. Ну и дальше мы сказали, что это, поскольку бытие, соотносящиеся с самим собой, поскольку возвращается к себе, то это для себя бытие. Так вот, начинаем рассматривать это для себя бытие, и оно у нас рассматривается впервые, то есть оно предстоит как непосредственное. А мы знаем, что в этом непосредственном для себя бытие есть отрицание-отрицание, но как непосредственное, оно уступает в качестве отрицания. Значит, оно в этом смысле есть наличное бытие. Но, поскольку это все-таки не просто отрицание, а отрицание-отрицание, то вот такое наличное бытие с отрицанием, оно не является ни иным, как это было. Помните, нечто наличное бытие, как стороны отрицания, собственно, выступало как иное. Оно не является ни бытием для иного, оно является бытием для одного. То есть, момент наличного бытия, для себя бытие, выступает как бытие для одного. Вот эта отрицательность, первая, непосредственная отрицательность, она не является бытием для иного, или не является иным, поскольку все-таки оно находится. Она выступает в конечном счете как отрицание-отрицание. Оно есть бытие для одного. И дальше мы с вами обращаем внимание на то, что оно есть бытие для одного, но нет никакого такого одного, пока еще нет, никакого одного, для которого нам было бытие. То есть, этот момент отрицательности, он завернут, так сказать, повернут к самому себе, для себя бытию. И по-другому не может быть, потому что все-таки мы напоминаем, что, так сказать, речь идет об отрицании отрица. Значит, поэтому для себя бытие и бытие для одного, оно, они такие, так сказать, не являются каким-то устойчивым по отношению к другу, они есть моменты для себя бытия. Ну, как мы можем еще понять, почему называется, так сказать, название такое у этого момента наличного бытия, для себя бытия, бытие для одного. Я хочу обращать внимание, что это одно бытие для иного, одно бытие для иного, а никакого иного нет, потому что это завернут к отрицанию. Ну, вот поскольку на одно, то тогда это бытие для одного. Поэтому, значит, в этом отрицании, тем не менее, для себя бытие соотносится самим лишь с собой. И для себя, здесь вот как раз и говорит о том, что это отрицательное соотношение с самим собой, равенство с самим собой. Поскольку это равенство и различия между моментами сняты, то мы получаем снова простое, как простое, то есть как непосредственное. То есть в нем вот все погасли различия, и, говорит, для себя суще, а различия все сняты, но они остаются в виде чего? Они остаются в виде некоторой границы совершенно, такой подвигий, говорит, сейчас я скажу, сказать, моменты для себя бытия погрузились в неразличимость. И вот эта неразличимость, как раз есть характеристика его границы, абстрактная граница. Неразличимость, все-таки отрицательность здесь присутствует. Вот эта неразличимость образует абстрактную границу для себя бытия, или в таком случае для себя бытие выступает как одно. Ну, вот это я думаю, что можно осмыслить, но нам что важно понять, что когда мы рассматриваем для себя бытие, и вот в нем выявляется момент отрицательности, или на личном бытие, а только момент, то все равно он соотносится с самим собой. То есть для себя бытия остается в соотношении с самим собой. И у Гегеля есть свое тому мнение, что, значит, Бог, как он им без этого, помните? Бог есть для себя, поскольку сам он есть то, что есть для него. То есть в этом отрицательном соотношении он остается равный самому себе. И ничего другого нет, кроме самого Бога. Ну, мы можем, конечно, от Бога отойти, это пример Гегеля, и поговорить о своих примерах. Ну, вот когда мы говорим, значит, человек, спрашиваем, ты отдаешь отчет своим поступкам? Странно, человек – сознательное существо, да? То есть, как же он, если он удивительный сознательный, мы же не спящего человека, не разумного человека спрашиваем об этом. Ты отдаешь отчет своим поступкам? То есть, мы к чему обращаемся? Что ты просмотрел ли, так сказать, осознал ли то, что ты сделал? Ты сделал. Сознательно причем. Вот это есть такое. Что, так сказать, ты осознал для себя то, что ты свои поступки для себя самого положил вот как внешний и должен их рассмотреть. Или когда человек говорит, что я отдаю себе отчет о том, что я сделал. Ну, это не кажется вам странным, что люди сознательно поступают, как же они не дают отчет? Так как ты должен проверить, достиг ли ты своей деятельности, своей сознательной деятельности того, чего ты хотел? То есть, речь идет о, по гегеринскому выражению, о самосознании. О самосознании. Мы обладаем самосознанием. Казал звучит, в чем разница? Что означает самосознание? Мы же сознаем то, что мы делаем. Вот когда мы сознаем достигленное своих целей, да, достигленное того, что мы хотели, то есть реализовали себя в своей деятельности, вот тогда мы проявляем самосознание. То есть, смотрим на себя со стороны. Можете представить? За себя со стороны. Так вы сами. Это и есть сторона. То есть, вы для себя сторона. Вот говорят, посмотри на себя со стороны. Но это же не говорит, не имею в виду, что и зеркало. Ты, значит, вот этот момент, который вне тебя, вот то, что ты сделал, так сказать, не себя, поверни в себя. То есть, оцени себя, как бы со стороны. Но вы же не можете разговариваться. То есть, этот момент внешнего, это ваш собственный момент. И вы должны. Но это имеет смысл. Посмотреть на себя со стороны. Вот это и есть самосознание. Взгляд на себя со стороны. Так получается. Ну, значит, ну, есть более широкий, так сказать, и более такой насыщенный смысл самосознания, которое связано с очень интересным процессом, если мы берем общественную жизнь. Рабочий класс должен превратиться из класса себе в класс для себя. Такая известная формулировка. А что значит для себя? Ну, в данном случае, вот, он должен сформировать классовое самосознание. То есть, в своих поступках сознавать себя и сознавать, как он достигает эти свои. Им же поставлены и цели. Давайте вот в этом смысле самооценку. Ну, и даже здесь интерес не только идет о самосознании, как вот созерцательности. Рабочий класс, так сказать, это класс для себя, он выявил, сначала осознал свои интересы. Ну, хорошо, жизнь вот эта не изменилась. И дальше положил эти интересы, то есть, так сказать, воплощает его жизнь. И воплощая, оценивает и осознает, что он делает. Для того, чтобы идти дальше. Да, потому что для себя, ну, помните, это же бесконечность. Для того, чтобы идти дальше. И в этом смысле самосознание, это очень важный, необходимый этап развития рабочего класса. Потому что пока он в себе, он может воображать о себе, что вот, и рабочий так, и некоторые выражают, что надо поторговаться, да, поторгуешься, хорошо поторгуешься, больше получишь. Или давайте-ка вот попробуем в одиночку спастись, а может надо больше поработать, а может надо подлазиться к начальству. И где вот, видите, сознание классового или классовое самосознание? То есть, он ведет себя как, ну, как субъект рыночного хозяйства. Просто как продается рабочая сила. Но здесь нет классового сознания. Где? Тут сознание того, что рабочий класс должен уничтожить классы, и освободить себя и все общество от классового деления. И обеспечить полное достание свободного всестороннего развития всех членов общества. Поэтому классовое самосознание, конечно, прежде всего, оно предполагает осознание, и потом действие в соответствии с этим сознанием. Ну, и как можно это достичь без партии? Без партии никак. То есть, вот думать о том, что в условиях капитализма каждый рабочий, каждый рабочий, мог бы осознать классовый интерес и в соответствии с ним действовать, это совершенно безнадежно. Вот классовое деление в том и состоит, что люди отчижены, от свободного времени, от знания, значит, придавлен нуждой рабочий класс. И лишь очень многие из этого класса могут подняться, вот несмотря на каторг психического труда, осознание целей класса и вести, так сказать, организованную классовую борьбу. Люди, которые это осознали, это и есть партия. То есть, объединяются в партии, потому что они знают, что одиночка ничего не сделает, что это надо с совместными действиями, поэтому в партии есть организация, то есть объединяя передового отряда рабочего класса, сонечка передового. Они осознают интересы класса и организуют борьбу за эти интересы. А все рабочие никогда, вот, так сказать, не осознают. И в лень подчеркиваю, что до тех пор, пока останутся классы, в рабочем классе останутся люди не мыслящие, мыслить не способны. Не потому, что у них головы нет, потому что они поставлены в такие жизненные условия, которые препятствуют постижению теории. Значит, поэтому классовое самосознание стоит в том, что в своей борьбе рабочие классы оставят свои интересы, и на любом поприще этой борьбы, а их бесконечно много, и на любом повороте истории, выдела эти интересы и держатся в соответствии с ними. Вот в чем классовое сознание. Ну, а если этого классового сознания не будет, то тогда в этой борьбе, а что значит в борьбе в классовом? Значит, вы, так сказать, с классовым противником. Вы будете терпеть поражение, потому что тогда в этом единстве на вас будут оказывать отрицательное по отношению к вам влияния ваши классовые противники и подчинять своему господству. И вот поэтому иногда думаешь, что надо будет правильную форму борьбы, и тогда, значит, мы победим. Да какую форму борьбы вы не выбрали, то все равно, если вы перестаете, теряете классовое самосознание, то есть понимание своих интересов и действий, которые ведут к этим интересам, то тогда вы эту борьбу проигрываете, и эта форма оборачивается против вас. Вот мы говорим, давайте стачковать. Сточковать – это хорошая штука. Но мы-то понимаем, что это же такая форма, которая должна привести к установлению советской власти и дальше использовать советскую власть для уничтожения классов. А если вы не видите того, что это должно привести к советской власти, что тогда будет? А будет экономизм бесконечный. Ну, вы поторговались, вам дали, значит, откинули, опять поторговались, опять, то есть это тогда дурная будет бесконечность, здесь классового самосознания нет, и это перестанет быть и успешным. Потому что если стачная борьба не развивается, а как она развивается? Устанавливаются цели все более близки к коренным интересам рабочего класса. там не 8 часов, а 6 часов, да? И не только, так сказать, вот эти цели, а какие-то другие. Посмотрите программу задачи коллективных действий. То тогда, значит, идет движение вперед. А если вы этого не делаете, ну, тогда вас точно, у вас сегодня берут и это, и другое, значит, в одиночку тогда, если вы не расширяете свой фронт действий достаточно. Значит, эти организации, которые поделятся активно, их вычислят, их трансформируют, не пожалеют даже, может, уничтожить предприятие, а может, просто погоняют активистов, все же держатся на активе. Или подожиды пока не составятся, и тогда все, все это похилят. То есть, вот, так сказать, борьба за классовые интересы и классовое самосознание – это очень интересная штука. И, значит, я хотел бы здесь привести мысли о том, что, например, как это реализуется. Вот он, например, пишет. «Мы далеки от мысли утверждать, что участие в нашем эволюционном временном правительстве не вещало за собой для социал-демократии никаких опасностей. Нет и не может быть такой формы борьбы, такого политического положения, которое бы не влекло за собой опасности». Это же борьба. «Если нет революционного классового инстинкта, если нет цельного миросозерцания, стоящего на уровне науки, тогда опасно участие в стачках. Может повести к экономизму». То есть, это копейка на рубль. «И участие в парламентской борьбе может кончиться парламентским кретинизмом». Это тоже. Вот такая политическая борьба, которая придет к тому, что вы продвинете людей туда, и они будут заседать в этом парламенте и говорить, «Да все хорошо уже. Сейчас мы будем, подождите, еще сто лет примем закон. И еще сто лет подождите». Поэтому, Леонид пишет, «Разумеется, если бы социал-демократия хоть на минутку забыла о классовой особенности пролетариата от мелких грозей, если бы она отключила не вовремя, не выгодный для вас союз с той или иной незаслуживающей доверия интеллигентской и ужасной партии, если бы социал-демократия хоть на минуту упустила из виду свои самостоятельные цели и необходимость при всех и всяческих политических ситуациях, вот она, бесконечность, и конъюнктурах, при всех и всяких политических поворотах и переворотах ставить во главу угла развитие классового самосознания паралитариата и его самостоятельной политической организации тогда участие во время инвестиционного провестия было бы крайне опасным. То есть, видите, через строку. Развитие классового самосознания это не просто понимание, а понимание, которое проявляется в действии в соответствии с вашим знанием. То есть, вот тоже не будем говорить, что вся партия должна превратиться в партию, которая занимается только изучением и созерцанием мира. Ничего подобного. Классовое самосознание предлагает преобразование этой действительности. Ну и через строку идет политическая организация рабочего класса. То есть, никакого классового сознания без политической организации быть не может. Вот поэтому всякая рабочая партия, которая заслуживает этого названия, всегда подтвергается нападкам. Хоть садитесь слева, якобы. Хоть садитесь справа. Иногда даже слева активнее, потому что правые пока еще, то есть, те, кто в власти находятся, иногда там люди умные сидят. Они понимают, что если вы начнете левым кричать, вы привлечете огромное внимание. Тогда дальше люди начнут разбираться и пойдут. Поэтому они до последнего молчат об этом. и отпускают справа слева. Якобы слева. И вот они начинают попадать на эту партию и, значит, пытаются остановить ее развитие, развитие китарского движения, развитие классового самосознания. Это обязательно должно быть. Обязательно. В этом прямо говорили. Обязательно должно быть. И в этом тогда надо видеть не то, что, значит, партия теряет жизнь, а наоборот, в этом надо видеть жизнь рабочей партии. Правда, бывают очень пока несерьезные противники. Вот как в наше время против рабочей партии. Что только нам, они не знают. Но заметьте, какие вещи. Вот как бьют по классовому самосознанию. То есть, по сознанию, значит, тоже. Значит, вот мы говорим о том, рабочей партии, Россия, что без стачной борьбы не будет никакой советской власти. Потому что стачная борьба это организованные коллективы, и дальше они когда объединяются по территориям, они получают власть. Значит, если вы хотите побиться с классовым самосознанием, что вы должны сказать? Что надо отделить замостовочную борьбу от советов. Ну, например, таковы, скажите, да советы, не важно как формируются, пусть они будут по территориям, как парламенты. Ну, все тогда. Я вам должен сказать, что если вы эту идею проведете в жизни, и скажете, что советы, не важно как формируются, пусть они как парламенты, вы из капитализма никогда не выйдете. Даже есть менее последовательное рассуждение о том, что, а давайте вот мы вот 10 человек будем функционировать как совет функционирует. Да, конечно. Будем советоваться и принимать решения. потребуем власти. Да, мы это проходили в 90-е годы, мы же сами с удовольствием, вот и я был тоже инициатором создания совета, мы всегда рабочим, мы поняли, что без стачной борьбы, это Михаил Васильевич прекрасно показал, что совет это орган, объединяющий, борющиеся коллективы. Стачный. Вот поэтому эта идея, что давайте, значит, это вроде бы далекого будущего, на самом деле это такая идея, когда еще ее приводят люди и скажут, да не важно как совет, тогда стачная борьба сваливается в экономизм, то есть тогда не надо доводить ее до такого уровня, чтобы формировались советы, тогда ограничивайте ее тем, что заработали, заработающие деньги, что это не страшно в конце концов, но могут дать еще и один час тоже, что такого страшного, если вы всю жизнь будете все дать это в лямку, ну даже на час меньше, ничего в этом страшного, для капитализма это приемлемо, но тогда, значит, тогда вся политика будет куда акцентироваться, на парламент, вы должны тогда, если не важно куда, значит, вы через парламент вы должны способствовать политическому перевороту, значит, туда направились, и вот, милые дела, это называется льем. То есть, казалось бы, мы говорим о будущем, да, или о прошлом, точнее говоря, что вот советы, дескать, не важно, как формируется, а на самом деле это имеет прямое отношение к сегодня, почему об этом и говорят те друзья, потому что, если мы только эту идею примем, значит, тогда никакого класса в усынании не будет, тогда никогда к победе рабочий класс не придет. Но поскольку вот, значит, рабочий класс исторически к этому призван, то всегда найдутся люди, которые эту идею утвердят, и поскольку эта идея истина, то она, так сказать, непобедима, надо только ее придерживаться, не давай себя сбить всяким этим криком, мастерическим, потому что так ведь значит, вот что можно отметить и что можно сказать, что мы дошли до очень важной категории для себя бытия, потому что превращение рабочего класса в себе бытия, для себя, в класс для себя, это совершенно необходимые этапы для для дела, уничтожения классов, ну и для продвижения вперед истории, потому что без этого, видите, идет сплошное гниение, и гниение только в России, значит, если вы посмотрите, что происходит, на Западе обирают со страшной силой, там бесконечное число фактов, начинаешь на это смотреть, бесконечное число фактов, всех обирают, студенты, пожалуйста, учиться, берите кредит в кредит, потом вы всю жизнь будете уплачивать кредит за то, что вы учились, значит, дом хотите, пожалуйста, берите в кредит, только у вас зарплата 20 тысяч, скажем, фунтов, а, значит, купить надо, сказать, за 40 тысяч, и тоже будете всю жизнь это выплачивать, и так далее, и в общем, это бесконечное измывательство в самых, во всех развитых странах, вот мы и говорим, что, в общем, мир, конечно, без революционного рабочего движения находится в состоянии гниения, производительные силы не используются, рабочих, как и не только рабочих, а всю прудящуюся массу сбивают, даже если она куда-то выбилась, и все время она в зависимом подавленном состоянии, другое дело, что эту подавленность она принимает за идеалы, и они начинают уже вот холостывать и заслаждаться этим порядком, то есть, поэтому, конечно, рабочего класса действительно великая миссия, и развивая классовое сознание, он эту миссию выполнит, и вот освободит от мира, от этой мерзости, которая совершенно, уже душит, конечно, даже самые развитые страны. Ну, могут спросить, возвращаясь к Советам, а вот как же получилось так? В Китае вроде вот этого нет производственного принципа, а там все хорошо. Но я хочу сказать, что вот если бы этого принципа не было, не было бы китайской народной республики. А где был этот принцип? Принцип был в Советском Союзе. Да вот, были советы, формируемые коллективные? Вот этого авиационного импульса хватило на то, чтобы победить войну уже даже после того, как от этого принципа отказались, да, уже было приходить, вот этого хватило. Хватило на то, чтобы поддержать социалистические революции в Азии, в том числе китайскую революцию. И вот они на этом импульсе советской власти построили вещество и клейктивые держатся. Но, так сказать, можем сказать, что положение очень непростое, потому что если бы советы или органы власти в Китае были бы адекватны, то нам предстоит праздник 8 марта. И вот важно очень осознавать смысл этого праздника. Сейчас его преподносят как праздник тюльпанов, женщин, значит, праздник матери. Все это, конечно, замечательно, но они соответствуют самосознанию женщин-работниц. Почему? Потому что на самом деле мы знаем, этот праздник был учрежден как праздник борьбы, международной солидарности в борьбе женщин за равные права. И что это значит решена? Да, он сами наши, значит, буржуальные, так сказать, сами лица общаются. Народная плата у женщин значительно меньше при равных должностях. То есть наблюдается эта эксиминация. Это спустя сто лет после Великой революции, нашей, аминозавистической, которая все эти правовые неравенства уничтожила. Ну, раз мы пришли к капитализму, значит, к этому все опять и ведется. Значит, не надо, что такое у нас. Вот в США выяснилось, что женщина может разбогатеть серьезно в 90% внущие, только если она будет замуж за богатым. Что это означает? Что так вообще им не провис? Даже вот эта мечта американская, что разбогатеть. Опять, только для одной десятки, а девять десяток, если вы примкнете к богатому же мужчине. То есть, неравенство во всем, во всех отношениях. Поэтому, дорогие женщины, мы, конечно, и цветами, будем вас поздравлять и радоваться весне, и весенним настроениям. Надо понимать, что это праздник борцов за уничтожение за уничтожение классового деления, за уничтожение существенного социально-экономического неравенства, в том числе неравенства между мужчиной и женщиной социально-экономическим. И что мы всегда рады видеть и в рабочей партии России женщин, работниц, потому что без того, чтобы женщины примкнули к революционному движению и заняли в нем активные позиции, победы рабочего класса быть не может. Поэтому с праздником, праздником борьбы, и хочется пожелать всем нам успехов в этой борьбе. Редактор субтитров А.Семкин